Итак, добрый день, дамы и господа. Рад снова приветствовать вас. Я думаю, на канале РХТН выложит мое видео еще раз в пятницу, в субботу, может быть. Я хочу поделиться с вами своим видением ситуации вообще всей происходящих в мире событий, который касается и нашей с вами Родины, и вообще ситуации в мире в целом, ситуации на Украине. Нас смотрят очень много людей, грубо говоря, по всему миру. Но в плане того, что подписчиков их, конечно, может быть не очень много, но вы поймите, что это канал РХТН, он, во-первых, европейский канал. Он выходит из Европы. У нас же YouTube, понимаете, занимается сегрегацией. То есть, чтобы видели, допустим, мое видео европейская аудитория, мне нужно как бы с Европы видео заливать. Потому что если ты заливаешь его в России, то будет в России твое видео тут крутиться. Очень тяжело его, чтобы попасть в рекомендации, чтобы его увидели по всему миру. Этой политикой занимается и Facebook, и Гришат, и YouTube тоже самое грешит и такой же политикой. Ну а вот канал РХТН его смотрят по всему миру. То есть, публика. Мы знаем, что с Украины очень активно смотрят его, с Европы очень активно смотрят. И вообще здесь публика такая интеллектуальная, я бы сказал, элитарная. Поэтому я очень рад, что мое видео публикуется на канале РХТН. Понимаете, там тысяча подписчиков с канала РХТН, они стоят, поверьте мне, 20 тысяч всякого хлама, который на других каналах ошивается. Давайте там перед ними что-то говорить, это все равно, что перед свиньями бисер метать. Я думаю, я все-таки смогу поделиться кое-чем полезным с такой интеллектуальной публикой, которая на канале РХТН все-таки смотрит видео. Итак, ну по поводу шнырей мы, я думаю, разобрались. Конечно, тему щепетильная, не хотел я поднимать, ну куда денешься правильно, все равно надо что-то, нельзя же такие вещи без ответа оставлять. Ну, по поводу сидел, не сидел, ну это вообще глупость какая-то. Все равно надо было объяснить, но по поводу шнырь, не шнырь, кто-то там, понимаете, вот кто выкладывает информацию конфиденциальную, вот тут и есть шнырь. Вы когда-нибудь видели, чтобы я про кого-нибудь выкладывал что-то, понимаете, конфиденциальную информацию про кого-то никогда не выкладывал, правильно? И так же вообще в жизни, понимаете, за меня могут очень много серьезных людей сказать, что я точно не шнырь, не какая-то шва типа там профсоюза, а очень серьезных людей, авторитетных могут сказать, потому что в свое время я их очень сильно прикрывал. Бывали такие ситуации, когда складывался большой риск для здоровья и жизни, и в эту сложную минуту я прикрывал их, а не меня. А сейчас это очень серьезные люди, и они могут сказать свое слово, если что. Во-вторых, шнырем это надо быть, чтобы ты вертелся, крутился, постоянно в теме был, со всеми знакомился, там везде совал свой нос, все вынюхивал, понимаете. А я, как бы, с меня-то какой смысл, я ни с кем не общаюсь, из-за позиции я общаюсь только вот по ютубу, и все. Как бы других контактов особо у меня и нету, честно говоря. Два-три человека в телеграмме и в сигнале, вот и все. Вот и все мои контакты. Я вообще хочу поделиться, да, своим видением ситуации вот этого, того, что происходит по поводу бурятской оппозиции. Я же еще раз говорил, у нас в основном оппозиционеры такие, грубо говоря, очень разрозненные, очень разрозненные. Да, они, ну, за исключением откровенных шнырей, они представляют кланы определенные. Определенные кланы преследуют определенную цель. Ну, я какую, понимаете, здесь роль свою вижу, я не хочу ни в коем случае, там, ни за какую власть бороться, это же глупо. Самое главное, я свою задачу вижу в том, чтобы максимально приложить свои усилия в том плане, чтобы в Бурятии состоялись честные выборы демократические. На основе этих честных выборов, чтобы пришли наиболее достойные люди. Достойные, умные, честные люди. Чтобы у нас органы власти выстроены были в государстве, ну, если самостоятельно будет государство, чтобы у нас были выстроены демократические институты. Вот. А чтобы общество следило за властью и власть открикалась на проблемы общества. Каждый вопрос нужно выносить же на обсуждение общества, в этом и есть суть демократии, правильно? Как в Европе. Приезжаешь, там дворовые советы, дворовые советы у них старшие, так они дальше выдвигают депутатов. Все строится от улиц прямо, вся демократия происходит дальше, в ратуши и все остальное прочее, вплоть до президента. То есть, как бы там есть определенная цепочка, можно ее очень легко отследить. Там все проблемы обсуждаются открыто в обществе. Так же у нас должно быть. Понимаете? Вот. В России тут немножко другая ситуация происходит, понимаете? Вот сейчас Путин уехал в Китай к Сырзенпину, да? Произошли такие кадровые перестановки мощные. Мы видим, что такие аресты масштабные прошли в армейской среде, да? В Министерстве обороны. Я могу по этому поводу сказать, что это была так же, как и предполагалась, борьба кланов. Мы же знаем, что есть клан Шойгу, мощный, это Министерство обороны, да? Которому, грубо говоря, принадлежало. Был клан Патрушева. ФСБшники такие идейные, ну, относительно честные, конечно. Заметим, у них никогда там, они не были бизнесменами, у них там дети занимали посты чиновников. Они были там министрами сельского хозяйства, еще что-то. Но они в бизнес не лезли, по большому счету. И Патрушев сейчас сам не лез в бизнес, у него дети там были просто чиновниками. Вот. Я знаю, что за ним стояла целая плеяда таких идейных ФСБшников. Идейных, скажем, даже не ФСБшников, а гиббистов, наверное. Путин к ним не относился никогда. Путина, отвечая за каждое свое слово, они всегда считали в своем кругу за вора. Они прямо так говорили, это вор. Значит, мафия. И вот третий клан, это путинские олигархи. Олигархи, в ПСБшники бывшие, которые сами стали олигархами. Это тот же самый Сечин, тот же самый Миллер, там и остальное прочее. Все это дело. Вот они очень сильно противостояли клану Патрушева. Но клан Патрушева провел большую работу в отношении клана Шойгу. Они его хотели сдвинуть. Там и Кузнецов, и Цаликов, и там Иванов, и Тимур, эти попали под аресты. Говорили, что Тимур и Иванов вообще долбили там сильно. Выбивали показания. Но вот сейчас, когда Шойгу устал, возглавил Совет Безопасности. Как бы Патрушев там кораблестроением поехал заниматься. Его там стали, грубо говоря, бережно, более бережно беречь, более мягче относиться стали. И все это дело копали-копали под Шойгу. В результате чего там окружение Шойгу сдали, а Шойгу самого поставили на место секретаря Совета Безопасности, а Патрушева, грубо говоря, убрали. Вот те и приоритеты. Потому что все равно вся власть замыкается на Путине. А вот Путин выбрал, с кем ему быть. Понимаете? Это надо было предвидеть по-другому. Чем дальше эта ситуация развернется, еще непонятно. Мы еще увидим. Вот. В отношении, значит, Китая там, да? Вот. Вот этой ситуации всей. Надо понимать, что Китай очень плотно поддерживает Россию. Он же до сих пор называет вот эту вот агрессию против Украины и там, украинским кризисом. Да? Вот. Я думаю, я считаю, что СИИ, грубо говоря, экономические проблемы решает с Западом сам, а руками Путина он, грубо говоря, военной силой решает вопросы с Западом. Можно на это и так посмотреть. Ну и плюс здесь связочки с ними, конечно, Иран происходит. Вот Китай, Иран и Россия. Это вот триумбират довольно-таки крепкий, который держится, грубо говоря, вместе сейчас. Тройственный союз триада. Вот такая вот. Ну вот я бы сказал бы еще, что, понимаете, их так просто тоже не свернуть. Им должен противостоять весь мир. Если вот западные лидеры, они готовы противостоять Китаю вместе с Россией, тогда да. А если не готовы, то им надо еще созреть, понимаете, морально. Потому что Китай поддерживает Россию во всем. Не только финансово там, но и материально поставляет там. Ну и, грубо говоря, и в военной, я думаю, сфере он тоже поддерживает Россию. И недалеко не так просто все. Но они четко в связке действуют. Я думаю, пока, что путинский режим уронить, надо фактически еще и Китай уронить в чем-то. По крайней мере, сильно пошатнуть так, чтобы он из зубов, из своей хватки, из зубов выронил, грубо говоря, путинский режим, в который он там сцепился. Мы же еще понимаем, что в западную демократию очень плотно входят спецслужбы. И путинские спецслужбы, и китайские, и иранские спецслужбы. Они туда входят, естественно, и в Америку входят, и в Европу входят очень плотно. С большими деньгами туда заходят. Через вот эти вот организации ветеранские. Как бы говоря, бывшие спецслужбисты делают такие общественные организации. И туда, грубо говоря, с большими деньгами заходят там путинские агенты. Закупают все там крупные очень, там на сотни миллионов долларов делают вливание. Естественно, добиваются расположения бывших спецслужбистов, которые там, естественно, общаются с настоящими, с действующими спецслужбистами, ФБРовцами и все остальное прочее. Ну и вот происходит такое вот влияние. И они поддерживают все ультраправые партии, грубо говоря. Путинский фашизм поддерживает все ультраправые партии, а китайские коммунисты поддерживают, грубо говоря, все ультралевые партии. Также вот этот Иран поддерживает Хизбалу и вот эту всю борьбу против Израиля. Студенческие вот эти все за Палестину. Вот это все иранский след очень сильно имеет. Кроме того, надо понимать, что путинский режим очень крепко держит корпорации, в том числе западные корпорации. Я почему и говорил, что с корпорациями надо будет договариваться. Путинский режим, он для них очень удобен, понимаете. Там лишних вопросов ни коренные народы никто не задает. Так как они работают на Западе, это совсем одно дело, понимаете. А так как они в России ведут себя по-свински, это совсем другое дело. Поэтому они в России пытаются одеть российскую носку. Например, надо понимать четко, что Газпром на самом деле это корпорация Винтерсхау. Дочка концерна БАВС немецкого. Вот поэтому против Газпрома-то и не вводятся никакие санкции против газа российского. Европа как покупала, так и покупает, понимаете. Все очень с большим трудом. Да потому что надо вводить санкции против БАВС. Вот и все. Против Винтерсхау. А на это никто не пойдет. На это пойдут очень тяжело там, граничивают в чем-то помаленечку. Вот. А Роснефть, например, да, это Бритиш Петролиум корпорация. Вот в Монголии же Роснефть, с Роснефти, да, продукцию продаются на заправках Бритиш Петролиум. Вот она Бритиш Петролиум заходит в Россию, она называется Роснефть. А как из России, да, ту же Монголию заходит, она опять начинает называться Бритиш Петролиум. Вот и все. И так во всем, понимаете. То же самое Бурят Золото Возьми. Оно в Бурятии называется Бурят Золото. На самом деле это корпорация, которая имеет иностранную юрисдикцию, которая никакого отношения ни к России, ни к Бурятии тем более не имеет. И так во всем. Вот. Ну, понимаете, пока я отсюда не уехал, я же многих вещей сказать не могу. Я говорю очень косвенно. Хотя я бы мог, конечно, напрямую сказать. Очень сильно и жестко мог бы сказать. Но сейчас я, видите, нахожусь в России внутри. Поэтому я как бы очень ограничен в своих словах и в действиях тоже. Ну, я думаю, до поры до времени, пока путинский режим не пошатнется. Отдельное слово хотелось бы сказать по поводу вообще вот этой системы. Как человек может победить вот эту систему, которая сложилась у нас. Может ли человек вообще на систему повлиять? Мы же видим, что зачастую человек в одиночку не может справиться с системой. Даже находясь на самом верху. На самом верху. Вот возьмите и даже простой пример. Ким Чен Ына, да? Ведь он, грубо говоря, вырос на Западе. Получил западное образование. В хороших вузах учился. Он, грубо говоря, дружит там со звездами до сих пор. Как человек он очень неплохой. Говорят, когда он приходил к власти в Северной Корее, он же пытался проводить реформы. Он пытался изменить эту систему изнутри. И в результате, что мы получили? Его родного брата убили, который хотел жить. Как нормальный человек, да? Не дали ему жить даже. Его убили. А Кима очень сильно ограничили. Очень сильно ограничили. И вот он, Ким Чен Ын, фактически сейчас ходит закованный в железную маску диктатора. Хотя он прогрессивный человек. Он не смог сломать эту систему. Сколько он не пытался с миром, с Южной Кореей замериться, начать какой-то обмен, разморозку отношений. Было много провокаций, которые были подхвачены силами внутри Северной Кореи, которые боялись потерять свои теплые местечки. Да, генералитет. Но в результате мир отвернулся от Кима. Но Аким закрылся в своей крепости, да? Один на один с людьми, которые в любую секунду могут его уничтожить. То же самое, как бы мы к Трампу не относились, Трамп таран системы американской. Он вышел, грубо говоря, на самый верх путем демократических выборов, пытался сломать систему. В результате система поломала Трампа пополам. И, грубо говоря, сейчас еще и посадит, может быть. Ну, на помойку, на свалку политическую. Ну, Трамп что-то пытается сейчас сделать, но я думаю, что нифига у него не получится. Система все делает так, чтобы просто Трампа тупо к выборам даже не допустить. Ну, а система, с другой стороны, что это такое? Это мы. Система – это люди. Люди, которые прячутся за систему. Понимаете? Им кажется, что система для них удобна. Она их защищает. Они поддерживают эту систему всем, чем могут. Они работают на систему. Система – это результат внутренних договоренностей внутри человеческого общества. Правильно? Вот и все. Если систему что-то менять, надо это менять всем вместе. Менять сознание людей. Разговаривать, выносить на обсуждение в обществе. Вот я и поэтому и говорю. Ставьте лайки, ширьте. Вот ваша борьба заключается в том, что вы распространяете это видео, понимаете? По своим знакомым, друзьям, коллегам, родственникам. В этом заключается ваша борьба. Если вы считаете, что я говорю правильные вещи, то тогда поддерживайте и канал РХТМ, и Дажо Дугарова, и Раджану Дельпонте, и меня, и там всех людей, кто выступает на канале РХТМ. Поддерживайте тем, что вы распространяете видео, не бойтесь. Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Нужно обсуждать вещи внутри. Хотя бы даже создать площадку для обсуждения на канале РХТМ. Потом перспективы, да, Бурятии, бурятской оппозиции. Я бы сказал так, понимаете, перспективы есть, конечно, но это дело очень сложное. Путинская система, это такой левиафан, против которого борется весь мир, и завалить его там очень тяжело. Понимаете? Тем более, бурятская оппозиция в одного что-то не докажет. Это надо создавать большую коалицию из всех народов Российской Федерации объединяться всем вместе. Во-первых, всем сибирским народом объединиться. Страшный сон корпораций это то, что сибирские народы объединятся и заявят о своих правах. Поэтому они и разделяют всех, вот так сильно понимаете, вот этот вот Дальний Восток, это не Сибирь, это Дальний Восток уже. Бурятия, оказывается, это уже не Сибирь. Понимаете? Если вдруг Бурятия говорить начнет о ресурсах Сибири, скажут, да вы же Дальний Восток, какая вы Сибирь-то? Сибирь это вот пусть Хакасы, там Тувинцы говорят, Алтайцы, Ивенки. Да. Вот это народы севера уже. Понимаете? Какое они к вам, там, к сибирикам отношения имеют? Никакого. И они вот так пытаются расколоть, раскрошить всех, чтобы там, понимаете, с шалбанами потом раскидать, по углам и все, по щелям. Взамен этого надо делать все наоборот. Надо объединяться, создавать широкую коалицию, создавать, во-первых, союз сибирских народов, если надо будет так и говорить, союз народов Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. и дальше идти подальше по лесенке, по нарастающей. Союз свободных народов России. Как бы он ни назывался, Конгресс, Альянс, еще что-нибудь, конфедерация какая-то. Я бы еще сказал, не надо противопоставлять себя местному российскому населению, русскому даже, скажем так. Тем более, что русское население, оно все поделено на мелкоэтнические группы, на самом деле. Семейские, Гураны, Мясначи, и так далее, Карымы, и все прочее. И так везде, в каждом регионе, Сахаляры, в Якутии там, и все прочее. Они должны вместе с нами идти в ногу, помогать нам в движении демократизации общества, в освобождении общества. От вот этой кабалы фашистской. Правильно. Ведь эти корпорации себя за границей-то ведут они совсем по-другому. Понимаете? Вот там Бритиш Петролиум, Винтерс Хава, они себя совсем по-другому ведут. Они ведут себя там человечно, по законам. А когда они в Россию попадают, они себя ведут абсолютно по-другому. Беззаконие, вероломство. Вот. И все. Ведут себя по-свински. Это надо четко понимать. Потому что здесь уничтожены права граждан. Понимаете? Потому что здесь стоит диктатура. Диктатура крупного капитала. В этом и есть фашизм. Фашизм – это и есть диктатура крупного капитала. Монополии корпораций, империализм, милитаризм, реваншизм и далее все по нарастающей. Все, что в России сейчас есть, это уничтожение профсоюзного движения, левых всех движений. А, у них еще вот это складывало же все при олигархах, еще даже до Путина. Это все делали Чубайс, вот эти вот Кириенки все, которые там сейчас отрачили на путинский режим мантуру и все вот эти вот Ходорковские. Они все делали, почему Ходорковский против Певчика, вот эти вот все олигархи там подкинулись, потому что они виноваты в том, что в России сейчас фашизм, виноват даже не Путин, не столько Путин, основу, фундамент всего этого фашизма заложили именно олигархи. Мы же не знаем, мы же знаем, что большое очень влияние имеет Израиль на Россию. Израиль, именно вот эти вот олигархи, этнические евреи, они очень большое влияние, самостоятельный клан они здесь из себя представляют и очень влияние большое имеет на путинский режим. Одно из ключевых вот этот фиор, который создал Путин сам, лично, Федерация Еврейских Общин России, Берлазар, Хасиды, все эти, они до сих пор являются лоббистами путинских интересов на Западе. Тот же самый Сергей Брин, сооснователь Google, он же общается с этими всякими Илонами Масками, Сукербергами, со всеми естественно с айтишниками, со всеми, вот оттуда тоже начинают какие-то странные вещи слышатся, понимаете, так вот это агенты влияния. Мы же понимаем, что в Америке очень сложно доказать, что ты там какой-то агент, шпион, ты ничего, что-то такое, правильно? Там вопросы-то задают такие прямолинейные, дубовые, грубо говоря, и дубовые ответы они получают. Сотрудничайте, нет, являетесь вы сотрудником, нет, деньги брали, нет, ну и все, тогда гуляй. А если ты там не сотрудничаешь, значит, ты просто полезный идиот, и за то, что ты полезный идиот, в тюрьму тебя никто не пасает и не депортирует. Вот это, чтобы вы так знали, понимаете, маленечко. у них его законы слишком размытые, неоднозначные. Но я об этом еще на канале Эрхетан скажу на английском языке, надеюсь, как бы, это будет расширено. Я, то есть, буду обращение делать на монгольском языке, на английском языке. Вот. Обращения не сильно длительные, но они такие будут бодрые, но жесткие. Вот. Я вообще хочу, чтобы канал Эрхетан стал площадкой европейской, чтобы не только буряты слушали Эрхетан, чтобы европейская публика слушала Эрхетан, чтобы русскоязычная публика слушала Эрхетан. Вся русскоязычная публика, она должна слышать Эрхетан. не только те, кто там находится в Европе, в Бурятии, в России, но и все, кто находится в Азии, все, кто находится в Европе, в Америке. Вся эта публика должна слышать канал Эрхетан. И вообще, любой бурятский канал, который будет транслироваться по всему миру. Надо, говорю, избавляться от колодезного мышления, надо переходить на океан сознания. Понимаете? И не сидеть там каждый своих подписчиков. Вот ты у меня подписчиков украл. Да нет, вы посмотрите на русскую оппозицию. Они все друг на друга подписаны. Все подписчики одного канала являются подписчиками другого канала. Но кто мне помешает на два канала быть подписанным? И на тот, и на тот. Я же могу быть подписанным. И так много всех. Все фактически так могут делать. Должны все поддерживать друг друга, понимаете? Подписками, просмотрами, лайками, комментариями. И как минимум. А вообще все движение должно быть основано. И понимаете, надо все-таки не только на гранты надеяться. Надо помогать своим бизнесменам продвигаться в Европе, в Америке, вообще по миру. Так, чтобы они помогали движению наоборот. А вот этим активистам всем. Это должна быть совместная обоюдная работа. Потому что без денег, понимаете, никуда. Это в будущем, когда будущее человечества продвинется, можно отказаться от финансовой системы. И там система бонусов, накопительная, она может заменить вообще финансовую систему. но это в будущем. Я не знаю, насколько перспективно это отодвигать, насколько там на 100, на 200, 300 лет. Не знаю, может это вообще через 10 лет произойдет. В том плане, да. Вот я и говорю, поэтому, что вот этот вот Вилаяд Харасан влили очень большие деньги, и там началась движуха. Понимаете? Мы же понимаем, что насколько вы вливаете деньги, настолько вы и отдачу получаете. Есть финансовая поддержка, будет очень большое движение, нету финансовой поддержки, все это может затухнуть. Мы же видим, как путинская вот эта вся шваль, насколько она дикие деньги вкладывает в развитие вот этих своих безумных идей. И люди ходят и повторяют даже достаточно солидные и повторяют безумные идеи. А почему они их там твердят и повторяют? Потому что огромные деньги влиты туда миллиарды долларов, десятки миллиардов, сотни миллиардов долларов влиты. Понимаете? В течение очень многих 30 лет их кормили там. Поэтому и движение, понимаете? Вот они говорят всей толпой на черное, что это белое. и все твердят за деньги. И люди начинают верить. Понимаете? Вот этот дурман опиум из голов людей надо вышибать. Поэтому вот они-то и охотятся за такими людьми, которые могут говорить грамотно, чтобы грубо говоря объявить их террористами. Ну это чтобы Интерпол просто искал быстрее и все. И чтобы сложнее было там на криминальный уровень их спускать и чтобы сложнее было их там правозащитникам отстаивать и чтобы легче было там правоохранительным органам тех стран, где они находятся, чтобы их можно было там легче высылать оттуда желательно в наручниках для них вот для этого они объявляют там грубо говоря террористами, экстремистами людей, которые там экстремистами, террористами не являются на самом деле. По поводу вот тех бывших активистов, да, почему как говорят они сейчас как бы ушли на второй план и как бы они сейчас какой-нибудь дел, да, тот же там русский добровольческий корпус они в не очень хороших отношениях с навальнистами сейчас, хотя многие навальнисты именно в составе русского добровольческого корпуса находятся и сибирского батальона и всех остальных. Просто понимаете, вот как ракета поднимается в стратосферу, там отстреливается ступенька, она все отстреляна и больше не нужна. Там дальше другая. Как считают русский добровольческий корпус там и сибирский легион время заигрывания там с путинским режимом простых там вот этих демонстраций прошло. Сейчас надо четко определяться либо ты за режим и лежишь ему жопу, либо ты против режима. Тогда ты берешь в руки автомат идешь воевать и все на передовую. Там уже шнырь, не шнырь, ты просто на передовую идешь и воюешь. Сколько ты там проживешь? Неделю? Ну вот неделю там смысл шнырем быть понимаешь ты там где-нибудь в штабе сидел там сливал какую-то информацию тогда был бы смысл шнырем быть. А если ты идешь на передовую воевать сидишь там в яме в окопе на штурм и ходишь смысл шнырем быть. Ты там грубо говоря не нужен как шныр грубо говоря ты нужен как просто стреляющий автомат и все как специалист оператор дронов командир звена там все ну я не оправдываю их но я просто говорю их мнение их позицию а то сейчас пришлют мне там терроризм экстремизм я просто говорю вот есть разные мнения есть позиции Юлии Навальной она хотя может позицию возглавить вот есть позиции Уайдрекса Амосова там и всех остальных прочих те кто сейчас воюет на стороне ЗСО вот есть такие позиции но люди сами выбирают что им нужно правильно как им дальше двигаться вот такие сейчас примерно расклады идут всего хорошего до свидания спасибо за внимание до свидания до свидания